Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Последнее время я перестал выпускать телефон из рук, потому что теперь я играю в Hustle Online. Это бесплатная игра с открытым миром и крутыми машинами на твой телефон. Но у многих появится сразу вопрос, а как скачать эту игру? Вы можете просто перейти по ссылочке в описании этого видоса, нажать на кнопочку «Играть в Hustle Online» с телефона, потом нажать на кнопку «Играть бесплатно» и дальше нужно выбрать. Если у тебя iPhone, тогда App Store, а если у тебя Android, тогда скачать с Play Market. После того, как скачаете, нужно запустить игру и зарегистрироваться. На самом деле все очень легко. Придумывайте себе ник и выбирайте 14 сервер. Потом нажимаете «Играть», пишите адрес электронной почты, придумываете пароль и повторяете его ниже. Вуаля! Все, вы появляетесь в игре. Также игра вам предложит ввести ник пригласившего. Вы можете написать «Мой личи топчанский». Теперь вам нужно нажать на 4 квадратика, которые находятся под картой в верхнем левом углу. Откроется меню и тут найти раздел «Награды» и «Промокод». И сюда ввести мой промокод «ТОП», который даст вам приятный бонус и легкий старт игры. Заходи на «Хастл» и играй вместе со мной. Я уверен, что каждый второй игрок «Симулятор Автомобиля 2» хотя бы один раз хотел бы увидеть игру полностью в заснеженном состоянии. Чтобы у нас вместо зеленой травы в декабре появился снег. Падающий снег, собственно говоря, с неба, заледеневшие машины, заледеневшие стекла. И это то, что реально бы помогло увеличить реалистичность в новогодние праздники. Как по мне, это будет действительно смотреться круто. И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня у меня появилась идея, как получить снег в «Симулятор Автомобиля 2». Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, опять хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда мы обязательно покажем вас в следующем новом ролике. В общем, дорогие друзья, как вы могли понять из предыдущего видоса, я говорил о том, что у нас будет в декабре масштабное видео, и в котором я уже покажу полностью обновление. То есть, конечно же, видоса без обновы не будет. Поэтому обновление в декабре 100% будет, которое будет для нас масштабным и действительно большим. Потому что разработчики сказали, что добавят цвет фар, новую покрасочную, пять машин и многое другое, много веселых плюшек. Но ни в одном месте они не сказали про снег и заснеженную карту. Возможно, разработчики это утаивают, но, скорее всего, нет. Так же, как получается с ВАЗ-2114. Они о ней не говорят и ее не выпускают. Мы тоже раньше думали, что они будут молчать, молчать, и опа, сюрприз, такие типа четырка, вот она. Но, увы, такого не происходит. Уже практически год прошел с момента обещания добавления четырки, и ее никак нету. Но про снег вообще никакой речи и не шло. То есть, разработчики не добавляли никакой информации по поводу того, что будет ли у нас снег в игре, падающий, не падающий, вообще ничего такого у нас не присутствует. И на самом деле от этого даже как-то грустновато и обидно, потому что, блин, любой игрок хотел бы увидеть в игре снег, и чтобы просто вот эту текстурку зеленую заменили на белую и добавили, ну, поменяли деревья, то есть на белые такие заснеженные. Я считаю, что это не так уж и сложно сделать, просто цвет зеленой травы поменять на заснеженную. Тем более у нас есть оффроуд, на котором это вообще смотрелось бы гениально. То есть, я безумно был бы рад увидеть такое в игре. То есть, просто были бы очищенные дороги, вот такой же асфальт, но снег присутствовал бы вокруг, по траве и всякое такое. То есть, это было бы вообще максимально идеально смотрелось. Но разработчики никак на это не идут. И у меня появилась идея, как, собственно говоря, развить эту идею и попросить все-таки разработчиков добавить это. Во-первых, разработчики делают то, только то, что либо популярно, либо очень сильно хотят подписчики. За исключением ВАЗ-2114, потому что там реально какой-то, видимо, форс-мажор дикий. Также они добавляют все, что хочет аудитория. В основном, большая часть. Потому что, если за снег будет говорить всего 2-3 человека, напишет им в личку, то я уверен, что они ничего не добавят. Но если этот видос действительно зайдет моим подписчикам, если он соберет большое количество лайков, большое количество комментариев, то разработчики 100% отреагируют на него, увидят и придумают что-нибудь крутое. Потому что они всегда реагируют на вот такие вот хайповые темы, на хайповую информацию. Тем более, когда мы повышаем активность в игре и увеличиваем интерес своими видосами. Поэтому каждому из вас я предлагаю, даже если вы ютубер, заснять ролик про снег и попросить разработчиков сделать это. К примеру, написать какую-нибудь петицию, я не знаю, чтобы добавили в игру снег. И вот представьте, как будет круто смотреться оффроуд, когда он весь будет в снегу. То есть, зеленые текстурки переделать вот в такие вот заснеженные. То есть, чтобы вот это озеро заледенело, по нему можно было кататься как по катку. И это максимально смотрелось круто. Я уверен, что разработчики могут такое сделать и даже могут успеть до нового года. Потому что я так понял, что большая часть обновления уже готова. И в честь этого я реально хочу попросить каждого из вас написать комментарии по этому ролику. Пишите под комментарии видосом Openagames. Заходите к ним на стримы и максимально просите снег. Вместе мы можем достичь этого. Заходите к ним в группу, пишите об этом в комментарии. Предлагайте новости. Возможно, мой видос, скрин, превью, что-нибудь такое связанное со снегом. Чтобы больше было активности. Если они увидят, что действительно большое количество аудитории хочется этого. То они действительно, я как уверен, как минимум подумают о добавлении. Потому что если очень большое количество будет об этом писать. Я уверен, разработчики хоть как-то отреагируют. И хотя бы скажут, там, там, ребят, нет, в этом году не будем. Чтоб все, мы в этом году успокоились. Либо, наоборот, скажут, окей, ради аудитории, в честь, вот, просто подарок на Новый год, мы добавим заснеженную карту, там, до конца января. Это было бы вообще максимально круто, вот, прям, новогодние каникулы проводить в зимней игре. Поэтому обязательно, давайте так и сделаем. Будем писать разработчикам, что мы любим вашу игру. Мы хотим снег увидеть в Openagames. На games группу во Вконтакте, на их канале, там, где-нибудь еще, где вы знаете. Я считаю, что в личные сообщения разработчиков писать не надо. Потому что все-таки это их личные страницы. У них там есть свои дела. И там их не надо, прям, вот, написывать им. Потому что, ну, надоедать не надо. Лучше там, где это предусмотрено. То есть, группа, канал по ютубу и всякое прочее. На личных каких-то платформах не надо их беспокоить. Просто вот в таких местах. Поэтому, ребята, «Хочу зиму» мы пишем везде. Кодовое слово тоже будет «Хочу зиму». Все, кто напишет слово «Хочу зиму», обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну, а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем до скорых встреч!